Дорогие друзья, компания Солар, как вы знаете, имеет ассортимент надувных моторных лодок под абсолютно разные задачи. Мы более 20 лет производим лодки под абсолютно разные условия, абсолютно разные водоемы. На сегодня мы запускаем, представляем вам абсолютно новую серию катамаранных лодок Солар Странник. Лодки данной серии были нами разработаны в сотрудничестве с талантливым конструктором Ланкиным Антоном. Сегодня мы хотим провести тест-драйв, сделать обзор, чтобы вы смогли иметь представление об этой совершенно новой линейке наших лодок. Лодки довольно компактные, имеют вес 63-67 кг соответственно. Общий вес лодки 77 и 81 кг. Давайте сейчас распакуем и поговорим о них более подробно. Дорогие друзья, обратите внимание, так как лодка катамаранного типа, неотъемлемым ее элементом являются две надувные скеги. Особенностью этих лодок конструкции Солар Странник является то, что сами по себе надувные скеги, они расположены под баллоном и днищем, вот в этой полости. Это дает отличную компактность и эти скеги при упакованном виде в лодке, они не выпирают сюда, то есть вы можете основной габарит в сложенном состоянии уменьшить. То есть само расположение скега это позволяет. То есть при упаковке они находятся непосредственно под жестким элементом, под трансом, то есть сюда ничего у нас не выпирает и это позволяет лодку упаковать как можно более компактно. В конструкциях аналогичных лодок это было выполнено не так и эти скеги они все время выпирали наружу, так как находились непосредственно под баллоном и сам по себе самый длинный размер в упаковке, он всегда был больше чем полтора метра. В нашей лодке этот размер метр двадцать. Продолжение следует... Чем же интересны лодки Салар серии Странник? Давайте разберемся. Вообще катамаранный тип лодок, он предназначен для экспедиционного использования большей частью. Если вам необходимо иметь максимально просторный надувной корпус при минимальном весе лодки, тогда это ваш выбор. Если вы хотите иметь максимально мореходный корпус, надувной корпус, из всех представленных на рынке лодок, лодки катамаранного типа обладают наибольшей мореходностью. В чем же их особенности? Подходите ближе. Здесь представлено две модели лодок, как я уже говорил, 420-й Странник и 380-й Странник. Длина кокпита лодки Салар 420-й Странник составляет 3 метра 10 сантиметров, ширина 95 сантиметров. Размеры кокпита лодки Салар 380-й Странник, 270-й Странник, длина 95 сантиметров, ширина. Особенность в том, что сужение не происходит. Ширина кокпита сохраняется до носовой части. Кроме того, лодки имеют самоотливной кокпит. Что это значит? Линия пола расположена гораздо выше линии воды, сантиметров на 12-15, наверное. И по бокам в кормовой части Транца, в нижней его части, находятся два сливных кингстона. Соответственно, десятки литров воды, попавшие в лодку где-то при неосторожном повороте, уходят из лодки за десятки секунд. Очень быстро. Также, одним из главнейших преимуществ лодок катамаранного типа Салар Странник является их отличная поперечная остойчивость. Благодаря двум скегам вы можете спокойно перемещаться по лодке. Лодка сохраняет свою остойчивость и лодка совершенно не нагибается. Потому что в статике, в полость между риданом и основным баллоном попадает вода. И она таким способом, как бы, лодка очень сильно стабилизирует. То же самое происходит и в динамике. Но там работают сами уже скеги. То есть они очень хорошо на воду опираются по всей длине лодки, кстати говоря, и не дают лодке никак опрокидываться. Следующим отличительным моментом лодок Салар серии Странник являются скеги, как я уже сказал. Вообще, это основной элемент конструкции. В наших лодках сами скеги удлинены от самого носа и до кормовой части. Что это дает? Они работают в полной мере. Удлинение скег позволяет более свободно обращаться с развесовкой в лодке. То есть полезную поклажу вы можете располагать в носовую часть столько, сколько груза вам надо. Особенностью лодок данного типа как раз и является вот этот момент. Также в кормовой части те же самые скеги, они удлинены до конца полона. Это позволяет выходить на лодке, на глиссер, против волны, против ветра, спокойно, не имея кормового дифферента даже на пустой лодке и в одиночку. Ну, теперь рассмотрим скеги поподробнее. Я предлагаю перевернуть лодки и рассказать про них. Рассмотрим с вами удлиненные скеги лодок Solar серии Странник поподробнее. Как вы можете заметить, они расположены практически по всей длине корпуса. Вынесенные за линию транса данные скеги позволяют лодке выходить на глиссирование без кормовых дифферентов, как я уже вам говорил. В носовой же части скеги доходят до носа. Это позволяет создать надежную опору при движении по волнам и позволяет не заныривать носовой части лодки под набегающий поток воды. Соответственно, вы можете более спокойно распоряжаться своей поклажей в носовой части, можете нос пригружать сильнее, складывать сюда больше вещей. Это очень хорошее преимущество. Кроме того, на скегах, как вы видите, расположено два боковых ридана. Они отводят лишнюю воду и лодка тащит за собой как можно меньше воды. Но самый существенный момент – их расположение. Как вы можете заметить, скега расположена в полости между основным баллоном и днищем. Соответственно, именно этот элемент отвечает за продольную жесткость. Давление в скегах 400 милибар, чуть больше, чем в днище и в баллонах. И он является своего рода скрепляющим элементом. Делает жестче дно, делает жестче баллон. Натянутая ткань, когда скега приклеена, видите, к баллону, позволяет при поворотах обеспечить плавность хода. И отсутствует, как таковое, залипание и возможности веркиля. Также еще существенный момент – расположенные между дном и баллоном скега, отвечающие за продольную жесткость, точно так же участвуют и в диагональной жесткости. То есть мы можем видеть с вами, что расположенные по длине две скеги, как бы при наезде галсами какими-то, при движении по волнам, устраняют вот эти диагональные все изменения геометрии корпуса. То есть они друг другу в этом смысле помогают и отсекают ненужные колебания. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 420-м сидело 4 человека, в 380-м 3 Шли мы сюда с одинаковой скоростью Ориентировочно 32-34 км в час Еще раз убедился в том, что 420-й в силу своей большей длины 40 см Везет больше груза Лодки шли с одной и той же скоростью, но в 420-м страннике было килограмм, наверное, на 80 больше на одного человека Сейчас решили немного подкачать скеги, потому что вода холодная, немного давление упало Еще раз протестировать Что еще можно рассказать про эту лодку Очень хорошо она управляется Очень чутко Прямо малейшие повороты румпеля, обратная связь Очень такая конкретная Прямо если нужно где-то, особенно по водоемам, если волна какая-то Если что-то ты там поздно увидел, не разглядел Всегда есть возможность реагировать и обойти какую-то нехорошую волнишку На этой лодке очень удобно это делать Вот Про самоотливную кокпит Смотрите, насколько высоко уровень пола находится То есть вот уровень воды и уровень пола Где-то сантиметров, наверное, 12-15 И вот здесь как такой паз получается То есть вот вода, которая в лодку попала, если где-то захлестнула Она вот сюда стекает И дальше Там как раз два отверстия, которые мы показывали раньше На ходу уходит все быстро Очень мне нравится Такая конструкция Правильно сделана Банку вклеили заднюю для жесткости Опять же поперечной Ну и еще один независимый отсек Тоже как бы польза Вот Про скорость Две лодки мы сегодня шли, семь человек Как я говорил, уже в 420-м сидело 4 человека После подкачки с кек 35-36 км в час скорость возросла У нашей лодки тоже где-то на 2 км в час То есть вот минимальное давление для скек 400 милибар При таком давлении раскрываются все ходовые характеристики Давление в дне и в баллонах 250 милибар То есть здесь вот основным элементом, который задает именно ходовые качества Являются как раз вот эти вот скеги Собственно они всю основную роль играют в движении корпуса От них очень много зависит Ну и все, катаемся дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!